Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Ирину Александровну за приглашение и возможность выступить в данной секции. Что-то не запускается. А что с презентацией? Отлично, спасибо большое. Итак, геномная нестабильность как предиктор эффективности иммунотерапии. Я как раз являюсь молекулярным генетиком и тема иммунологии и иммуноонкологии сейчас все больше и больше переплетается с той специальностью, которой занимаюсь я, с молекулярной генетикой. В своем накладе я хотел бы рассказать, почему это происходит и, собственно говоря, почему знания о молекулярной генетике опухоли, о ее молекулярном патогенезе очень полезны с точки зрения оценки эффективности иммунотерапии, с точки зрения предикторов, насколько эта иммунотерапия будет эффективна. Итак, свойства злокачественных клеток. В 2011 году Ханахан и Вайберг опубликовали обновленную статью, где взамен шести маркерам, шести свойствам, которые отличают нормальные клетки от опухоли, пришли 10 свойств, которые отличают однозначно злокачественную клетку от однозначно нормальной. И в том числе для нас, как молекулярных генетиков, наиболее важен такой критерий, как генетическая нестабильность, мутации, которые лежат в основе возникновения и прогрессии злокачественных опухолей. А для онкоиммунологов, я думаю, что наиболее важным является такое свойство опухолевых клеток, как уклонение от иммунной деструкции. На самом деле два этих параметра очень связаны между собой и в первую очередь реализуются на уровне микроокружения опухоли, которая представляет собой, по сути дела, целостный живой организм, который подчиняется основным биологическим законам, в том числе, на самом деле, и клональной эволюции. И составляет этот живой организм не только злокачественные клетки, то есть трансформированные клетки, но и множество различных нормальных клеток. И существует опухоль, где количество таких фактически нормальных клеток организма, реактивных клеток, которые реагируют на злокачественные клетки, значительно превосходят количество непосредственно опухолевых клеток, злокачественных клеток, и примером тому являются, например, воспалительная миофибробластическая опухоль или лимфомохочкина. Так вот, среди этих реактивных клеток, которые всегда присутствуют в опухоли, существует достаточно значительная популяция иммунокомпетентных клеток, как антигенопрезентирующих, среди которых выделяют макрофаги, дендритные клетки, так и лимфоциты, инфильтрирующие опухоли. При этом, если рассматривать лимфоциты, которые находятся в опухоли, то они фактически несут в себе потенциал уничтожить эту опухоль. Они прошли презентацию антигена в лимфатических узлах, они инфильтрируют опухоль, то есть находятся в зоне иммунного ответа, они распознают клетки опухоли, и они могут быть активированы и оставаться таковыми в процессе своей жизнедеятельности. При этом, как я уже сказал на предыдущем слайде, опухоль активно эксплуатирует механизмы выхода из подиммунного надзора, пытается всеми способами выжить и, соответственно, ингибировать те иммунные процессы, которые в ней происходят. И на данном слайде представлена схема цитоксического иммунного ответа, которая заключается в том, что любые клеточные пептиды, которые образуются в клетке, в том числе нормальные или аберрантные, они подвергаются протеосомной деструкции, объединению с молекулой главного комплекса гистосимистимости первого класса и экспрессируются на поверхности мембраны в данном комплексе, который может быть распознан CD3-рецептором цитоксической этой клетки, и, соответственно, клетка будет уничтожена. Но это, так скажем, в теории. Что же происходит на практике? На практике этот процесс регулируется многоступенчатой системой позитивных и негативных регуляторов, среди которых выделяют так называемые сверочные точки, то есть те механизмы, которые должны преодолеть развивающийся иммунный ответ, чтобы в конечном итоге быть полностью реализованным. И я думаю, что все узнали этих замечательных людей, Эллисон и Хонжо, которые в прошлом году получили Нобелевскую премию как раз за открытие ингибирующих молекул, в частности PD1, CDLA4, которые отмечены здесь и являются корепрессорными молекулами, которые после первичного сигнала об активации иммуноответа через комплексы MHC первого класса и токлеточного рецептора, не позволяют в дальнейшем развиваться иммунному ответу. Тем не менее, вы видите, что PD1 и CTLA – это не единственная молекула, которая является корепрессорными, но и достаточно большое количество других корепрессоров, которые не позволяют эффективно реализовываться иммунному ответу. И как только были установлены эти главные молекулы, это PD, PDL1, были выведены на рынок различные препараты, естественно, с показаниями по различным направлениям взрослой онкологии. Однако, как это часто бывает в жизни, первоначальный энтузиазм и первоначальное воодушевление сменилось некой осторожностью, потому что оказалось, что далеко не все опухоли отвечают на иммунотерапию и антителами, и ингибиторами иммунных сверочных точек. И фактически, как казалось, идеальный маркер, который бы предсказывал эффективность этой терапии, экспрессии PD или PDL1, оказалось, что она далеко не всегда, зачастую даже наоборот, очень редко определяет эффективность этой самой иммунотерапии. В данном случае, например, исследования, проводимые при колоректальном раке при достаточно высоком проценте позитивности по PDL1, определили, что эта терапия не такая эффективная. Что же нужно для того, чтобы выявить тот самый предиктор эффективности иммунотерапии? Оказалось, что нужен комплексный подход к оценке биологии опухоли, который направлен на изучение и генома опухолевых клеток и экспрессионных свойств, и генетических свойств микроокружения. И важным моментом, на котором я хотел бы остановиться, это является опухолевая чужеродность, то есть опухолевая иммуногенность, которая в первую очередь определяется количеством соматических мутаций, которые присутствуют в клетке. И на данном слайде представлено в логарифмической шкале количество соматических мутаций, которые присутствуют в опухолях, которые достаточно редко подвергаются мутациям, имеют промежуточное положение и достаточно часто подвергаются мутации. И как специалист, который работает в области детской онкологии, я могу сказать, что большинство детских опухолей находятся в левой части графика, и количество сомантических мутаций при детских опухолях невелико. Однако можно увидеть отдельные точки, которые выбиваются из данной зависимости, в том числе среди детских опухолей и в том числе среди опухолей взрослых типов. Выявляются случаи, выявляются опухоли, характеризующиеся большим и чрезвычайно большим количеством сомантических мутаций. Откуда же, собственно, эти мутации берутся? Вопреки расхожему мнению, которое бытует, например, среди, допустим, студентов, ординаторов, основным фактором мутагенеза является отнюдь не химическое воздействие, высокоэнергетическое излучение или вирусы. И наибольший мутационный потенциал заложен в процессе репликации ДНК и заключается в ошибках, которые создают полимераза в процессе своей активности. Так, при каждом делении клетки, при каждом копировании ДНК возникает примерно 100 тысяч ошибок. Колоссальная цифра. Однако природой задуманы, заложены механизмы, которые позволяют избежать накопления большого количества ошибок. В первую очередь, сама полимераза имеет так называемый экзонуклеазный домен, который в том случае, если встраивается неправильный нуклеотид, который не комплементарен матричной цепи, вырезается. И экзонуклеазная активность самой полимераза позволяет уменьшить количество ошибок на два порядка. Однако остается еще достаточно большое количество ошибок, примерно 1000 ошибок на одно деление. Здесь включается система восстановления комплементарных пар, в том случае, если присутствует несоответствие двух цепей ДНК, несоответствие нуклеотидов, когда отсутствует комплементарность в данном случае. Рекритируется большое количество белков ферментов, фактически это напоминает гоночный автомобиль на пидстопе, эта ошибка вырезается, затем сначала работает система распознавания комплексы МУТ-С и МУТ-Л, затем экзонуклеаза вырезает неспаренные нуклеотиды, затем полимераза достраивается уже правильная последовательность. И в таком случае количество нуклеотидных ошибок на один цикл деления составляет примерно одну. И когда что-то в этих механизмах нарушается, то возникают синдромы или состояния, которые связаны с накоплением ошибок, накоплением мутаций, и которые, соответственно, приводят к образованию аберрантных пептидов и образованию на антигенах. Первый – это синдром Линча, аутосомно-доминантный наследственный синдром, который в первую очередь характеризуется мутациями в тех самых генах, ответственных за восстановление комплементарных пар – это MSH2 и MLH1. Он связан с таким феноменом, как микросателитная нестабильность. Это тот первый маркер, который характеризует гипермутабельное состояние опухоли и достаточно легко может быть выявлен. Опухоли, которые ассоциированы с синдромом Линча – это в первую очередь колоректальный рак, это рак эндометрия, рак желудка и так далее, часто представлены в данном слайде. При этом за счет того, что опухоль имеет высокую степень генетической нестабильности, соответственно, большое количество не-антигенов как результат продукции аберрантных пептидов, данная опухоль характеризуется чрезвычайно высокой лимфоидной инфильтрацией, соответственно, высокой иммуногенностью. Интересно, что если обычному полипу в толстой кишке для трансформации в инвазивную аденокарциному необходимо примерно 8-10 лет, то при высокой степени генетической нестабильности, которая сопровождает синдром Линча или дефицит восстановления комплементарных пар, этот процесс занимает 2-3 года. На данном слайде представлено количество микросателитно-нестабильных опухолей среди новообразований разных типов. Как я уже сказал, наиболее часто это эндометрий, колоректальный рак, рак желудка и так далее. Тем не менее, видно, что микросателитная нестабильность присутствует в опухолях на разных стадиях. И когда проанализировали эффективность ингибирования ПИ-1, в частности назначение пембролизума при колоректальном раке, оказалось, что предиктором эффективности иммунотерапии в данном случае является именно стабильный либо нестабильный микросателитный статус. В том случае, если опухоли имели микросателитную нестабильность, то это было тем фактически недостающим звеном, которое позволило определить тех пациентов с колоректальным раком, у которых эффективность ингибирования ПИ-1 будет присутствовать. Однако оказалось, что микросателитная нестабильность – хороший маркер генетической нестабильности, но не идеальный. Были выявлены опухоли, которые являются микросателитно стабильными, но при этом в геноме присутствует огромное количество мутаций, то есть высокая мутационная нагрузка. Оказалось, что этот феномен достаточно широко распространен в детской онкологии. И причина оказалась в том, что присутствуют не только синдром Линча или соматические состояния, которые затрагивают те же самые гены, а другой синдром – синдром дефицита восстановления комплементарных пар, которые являются аутосомно-рецессивным и затрагивают те же самые гены, что и при синдроме Линча. Но ген PMS2 и MSH6, которые имеют меньшую пенетрантность при синдроме Линча, и, соответственно, фактически здоровые носители передают своим потомкам эти мутантные гены, и уже в данном случае при наличии двух аллельных вариантов в этих генах ребенок приобретает вот такое состояние. Оно характеризуется тем, что в процессе репликации, как я уже говорил, накапливается огромное количество мутаций, которые не могут быть восстановлены, а присоединяющиеся вторично нарушения экзонуклеазной активности полимераза приводят к фактически взрывному накоплению мутаций в клетках. На данном слайде представлена структура полимераза, и мутации присутствуют в экзонуклеазном мотиве, который является высококонсервативной последовательностью аминокислот и выполняет функцию, как я уже говорил, удаления аномально вставленных нуклеотидов. Первоначально считалось, что с данным синдромом конституциональной недостаточности восстановления комплементарных пар ассоциированы такие детские опухоли, как опухоли центральной нервной системы, это линч-ассоциированные опухоли, колоректальный рак, рак эндометрия, но в значительно раннем возрасте, то есть до 20 лет жизни, а также гематологические опухоли, в частности, это клеточные нехожкинские лимфомы. Однако достаточно широкое внедрение технологий секвенирования показалось, что такие классические эмбриональные опухоли детского возраста, как нефробластома, нейробластома, а также саркома, в частности, астиогенная саркома или рапдомиосаркома, могут быть ассоциированы с этим феноменом. Как я уже сказал, опухоли, которые ассоциированы с дефицитом восстановления комплементарных пар, характеризуются чрезвычайно высокой мутационной нагрузкой, и фактически мутационная нагрузка в них находится на пределе выживаемости клеток. Мутации распределены примерно равномерно по геному, они не ассоциированы с аномалиями числа копий, и при этом значительно превосходят количество мутаций в клетках как детских опухолей, интракраниальных, экстракраниальных, так и большинства опухолей взрослых типов. Вот эти опухоли по количеству мутаций представлены на данном слайде, они значительно превосходят как детские, так и большую часть взрослых опухолей, характеризуются значительно ранней манифестацией в раннем детском возрасте. опухоли, которые имеют дефицит восстановления комплементарных пар, манифестируют рано, имеют агрессивные течения и, как правило, неблагоприятный прогноз. При этом ситуации, которые фактически, казалось бы, приводят к рандомному, случайному накоплению мутаций, на самом деле эти мутации имеют не случайный характер, а распределение достаточно интересно, то есть имеются определенные кадоны, которые наиболее часто подвержены нуклеотильным заменам. Это приводит к тому, что накапливаются мутации в классических онкогенах и онкосупрессорах опухолевого роста. Они присутствуют с относительно невысокой аллельной частотой и фактически определяют колональность опухоли, работая как так называемые мини-драйверы или вторичные драйверы, когда данная мутация становится онкогенной, для отдельного небольшого клона. В связи с дефицитом времени я, пожалуй, пропущу несколько слайдов, скажу лишь о том, что микросателлитная нестабильность и высокая мутационная нагрузка в целом даже в отсутствии иммунотерапии определяют большую иммунореактивность опухоли, и показала определенное преимущество выживаемости у пациентов, например, при локализованном колоректальном раке. При этом, когда опухоль уже имеет распространение, когда имеет место метастетический колоректальный рак, такой закономерности выявлено не было. Естественно, назначение иммунотерапевтических препаратов, ингибиторов иммунных сверочных точек при генетической нестабильности, высокой мутационной нагрузке в достаточно большом количестве случаев, приводит к успеху, и против опухоли развивается полноценный иммунный ответ. Однако было показано, что даже среди генетически нестабильных опухолей присутствуют холодные опухоли, и оказалось, что для таких опухолей характерны мутации в гене JAK1 и JAK2, снижение сигнализирования через систему интерферонов и, соответственно, резистентность к ингибиторам. И результатом этого явилось одобрение таких препаратов, как неволумаб и пембролизумаб, в агностических показаниях, где единственным показанием является не гистологический тип опухоли, не гистогенетическая принадлежность, а высокая мутационная нагрузка или микросатолитная нестабильность опухоли. Еще одним состоянием, которое ассоциировано с гиперматабельностью, является хромотрипсис. Это фактически геномная катастрофа, которая происходит случайно, одномоментно, сопровождается значительным повреждением генома, хромосомными реаранжировками, перестройками внутри генома и случайным умеднением различных хромосом и большим количеством аномалий числа копий. Этот феномен в большей степени характерен для опухолей детского возраста, в частности нейробластома, остеогенной сарфоме, где в целом определяет неблагоприятное течение болезни, однако сопровождается значительным количеством образования антигенов и, соответственно, потенциально может определять успех иммунотерапии по аналогии с высокой мутационной нагрузкой или микросатолитной нестабильностью опухоли. Здесь суммированы различные состояния, которые сопровождаются накоплением большого количества соматических мутаций в клетке. Я не буду останавливаться на данной таблице подробно. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием готов на них ответить. Спасибо, Александр Евгеньевич. Если кто-то хочет задать вопросы, кратко, пожалуйста. Зайра Григорьевна. Пока Зайра Григорьевна идет, я хочу предложить дискуссию перенести на конец нашей сессии, заседания нашей сессии, если не возражаете. Вопрос, пожалуйста. Да, я просто, ваше, конечно, мнение, но я просто хочу сказать, что вчера профессор Аминитов говорил про метросателитную нестабильность. И вот так категорически, наверное, все-таки не надо говорить, потому что метросателитная нестабильность и у детей, и у взрослых при антологических заболеваниях не более 5%. Поэтому да, хороший тест, но это. А вот геномная нестабильность, это множественная мутация. Почему вы считаете, что это, ведь по идее, более плохие прогнозы у этих людей? То есть, скорее всего, там иммунная система подавлена, и разблокирование такое может иметь отношение к тому, что это является важным фактором. Спасибо большое. Значит, с первой частью я абсолютно согласен, что и микросателитная нестабильность, и высокая мутационная нагрузка, к сожалению, являются достаточно редкими событиями, и, к сожалению, у большинства пациентов неприменимы. Я даже показывал слайд, что такие опухоли, как опухоль эндометрия, колоректальный рак, имеют микросателитную нестабильность или высокий ТМБ не больше 18-20%. Что касается второго вопроса, опять же, полностью согласен с тем, что высокая мутационная нагрузка ассоциирована с агрессивными опухолями. Но, скорее всего, как молекулярный генетик, я могу сказать, что, скорее всего, это связано с тем, что опухоль активирует огромное количество онкогенных сигнальных путей и связано, скорее, с эндогенными причинами, определяющими злокачественный фенотип опухоли. При этом данное состояние доказано, что оно сопровождается большим количеством, образованием большого количества неонтигенов, и, соответственно, иммунотерапия потенциально может явиться тем, так скажем, той опцией, которая потенциально может помочь данным пациентам, поскольку реально на сегодняшний день фактически куративных опций у данных пациентов нет, поскольку применение стандартной химиотерапии при данных состояниях имеет очень ограниченную эффективность. То же самое касается и молекулярно-направленной терапии, допустим, применением малых ингибиторов, поскольку большое количество мутаций приводит к активации значительного количества сигнальных путей, заингибировать все, которые невозможны. Спасибо. 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 Спасибо.